С 21 мая и до 9 июня продолжается сбор заявок от безработных граждан, желающих стать предпринимателями. Это конкурс, проводимый краевым правительством в рамках поддержки предпринимательства. Причем конкурс далеко не первый, проекту уже несколько лет. И вот нам стало интересно, а есть ли наглядные результаты от раздачи денег безработным? Много ли фирм появляется и много ли рабочих мест создается? Ну и может ли человек, однажды ставший безработным, превратиться в успешного предпринимателя? Уровень безработицы в Красноярском крае сегодня рекордно низкий – 1,3%. Однако в абсолютных величинах это 20 тысяч человек. Экономисты, конечно, утверждают, что совсем к нулю сводить безработицу нельзя. Дескать, у рынка труда должно быть пространство для маневра. И все же это 20 тысяч человеческих судеб. И проблема трудоустройства требует постоянного решения. Один из способов, который применяет сегодня государство в отношении безработных – это самозанятость. Проще говоря, создание предпринимательской прослойки. Ведь такой механизм имеет и мультипликативный эффект. Каждый предприниматель создает еще несколько рабочих мест. С 2009 года в Красноярском крае в рамках программы развития малого бизнеса закладывается и такой механизм, как гранты для безработных граждан, желающих попробовать свои силы в организации собственного дела. Тем, кто представит хороший бизнес-план, бюджет готов выделить до 300 тысяч рублей на безвозмездной основе. Начиная с 2009 года гранты получили 542 безработных гражданина. И порядка 80% из них продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность. В сфере малого бизнеса создано более тысячи рабочих мест. И можно судить, насколько программа эффективна. Поскольку основная цель – это создание рабочих мест в сфере малого бизнеса. Порядка 30% участников конкурса и получателей грантов – это молодежь. Порядка 28% из них проживают в сельской местности. Иными словами, более 400 новых малых предприятий появились в крае благодаря грантам для безработных. Полина, например, организовала детский медицинский центр, а в прежней жизни была юристом, потом ушла в декрет. И, собственно, не собиралась вставать на учет по безработице. Но узнав о грантовой программе, пошла и специально стала безработной. Ведь это главный критерий для участников конкурса. Написали бизнес-план, и, к нашему удивлению, он прошел конкурсный отбор и получили грант. Эти средства пошли на приобретение оборудования, мебели для медцентра. В течение определенного срока мы все это закупили, отчитались. В течение года еще нас проверяли, действительно ли целевое использование у нас было гранта. Ну, все нормально. Другой пример из Енисейска. Алексей получил грант и открыл мини-пекарню, купив необходимое оборудование и создав три рабочих места. А ведь сам еще в прошлом году стоял на бирже труда. Ну, работал на северах, на вахтах. Дети маленькие растут. Я постоянно на вахтах. То есть месяц через два, через месяц. Потом вообще в Северное Сельское уехал на полгода. Ну и все. Решил заезжать с вахтами. Как говорится, сесть на земле. Таким образом, 300 тысяч рублей – вполне достаточный объем не только для открытия бизнеса в сфере услуг, но и для запуска небольших производств. В рамках конкурса есть несколько небольших ограничений. Во-первых, заявитель должен внести не менее 15% собственных средств. А во-вторых, средства гранта не могут быть потрачены на аренду помещений или на рекламу. То есть какой-то первоначальный взнос все-таки должен быть, чтобы человек чувствовал ответственность за свой проект. Впрочем, комиссия, принимающая решение, сразу увидит, насколько серьезно намерение, исходя из предъявленного бизнес-плана. Бизнес-планы, конечно, поступают разного качества. Есть проработанные, есть просто на 5-6 страницах, и люди не понимают, как они будут реализовывать свое дело. Проблема, наверное, в том, что многие рассматривают бизнес-план как бумага, с помощью которой можно получить грант. А мы рассматриваем бизнес-план, это документ, в котором мы понимаем, что человек проработал, он знает, на что будет тратить финансовые средства, как реализовывать свою идею и какой у него будет конечный результат. Некоторых, конечно, отпугивает необходимость составления бизнес-плана. Даже если безработный имеет экономическое образование, и то не всегда понятно, как составить такой документ. Впрочем, конкурсная комиссия не требует соблюдения каких-то строгих стандартов. И наши герои, например, поступили очень просто. Воспользовались сторонней помощью для составления бизнес-плана. Я писала его сама, опиралась на свой опыт, свои наблюдения, мониторила сама ситуацию и так далее. Обращалась в Центр содействия малого и среднего предпринимательства, то есть они помогают определенные главы, которые касаются экономических расчетов, бухгалтерских. Каждый человек без специального образования не сделает этих подсчетов правильно. То есть они помогают это все сделать. Сейчас объявлен очередной конкурс на получение грантов. Безработные граждане Красноярского края могут подавать заявки и свои бизнес-планы в Агентство труда и занятости, либо в местные центры занятости. Главное – успеть заявиться до 9 июня. Максимальный размер гранта в этом году остался прежним – это 300 тысяч рублей. А всего в бюджете на эти цели заложены 7,5 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова